Всем привет! Ну что ж, давайте поболтаем, просто так давно что-то с вами не болтало. А сегодня, как всегда, серия из откровения блогеров, и сегодня я вам расскажу просто 20 рандомных фактов о себе. А просто такое видео расслабуха, если вам нужно накрасить ногти, это видео для вас. Я когда-то делала уже такой пост на инстаграме на своем, если вы со мной еще не дружите на инстаграме, то это самое время. В любом случае, я решила сделать такое же видео, потому что я знаю, что у многих нет инстаграма, и все же у меня больше подписчиков на канале не жены на инстаграме. Но факты я изменила, и не то чтобы даже изменила, я просто взяла около месяца времени и наблюдала за собой, что я люблю, если я что-то не помню, как я себя веду в определенных ситуациях. И в общем, все такое, что мне показалось интересное, я записала, набрала 20 фактов, и сегодня об этом вам расскажу. Итак, факты будут абсолютно простыми, жизненными, смешными, ничего особенного, ничего закрученного, просто такое веселое видео расслабуха. И все идет настолько в рандомном порядке, что не ожидайте, что здесь есть какой-то определенный вообще порядок, и я никак это не упорядочил. Я просто вот как записывала, так оно и вышло. У меня селективная память. Я не помню абсолютно ничего, что при разговоре я считаю, что мне это не нужно помнить. К сожалению, это в школе была тоже очень большая проблема, потому что когда я училась, я считала, что это неинтересно, то мой мозг воспринимала это как, окей, если тебе это неинтересно, значит мы это не запоминаем. И очень много чего, что нужно в школе было запоминать, Габи не запоминала, потому что она решила, что это неинтересно, и поэтому в голове в моей это не оставалось. Я никогда не выйду из дома без накрашенных бровей. Я вам это уже тоже рассказывала не раз, по-моему, в инстаграме. Да, я могу выйти из дома не накрашенная, как угодно, но я не знаю почему, я себе в голову вбила, что брови делают все лицо, строят лицо. И поэтому единственное, что я должна накрасить, каждый раз, когда я выхожу из дома, неважно куда, каждый день, это брови. Я должна подчеркнуть брови, чтобы в брови моей была структура, чтобы они выглядели, чтобы их было видно, для того, чтобы все лицо как-то выглядело, или я себе это придумала, я не знаю, в любом случае я всегда крашу брови. Я не умею нырять. Я не знаю, почему я не умею нырять, у меня это не получается. Все люди говорят, что мой муж занимается дайвингом, Нессер занимается дайвингом, и он меня взял, один из последних разов, что мы были в Элати, он любит в Элати очень нырять, он меня взял, типа, ну давай попробуешь. В общем, мне они объясняют, значит, закрываешь нос, и когда спускаешься под воду, тебе закрывают уши, то есть, значит, через маску ты как бы закрываешь свой нос и пытаешься вдувать воздух обратно для того, чтобы уши открылись. Я, видимо, не такой человек, как все люди, я не знаю, что, я не умею так открывать уши свои, я открываю уши через горло, то есть мне нужно немножко открывать рот для того, чтобы уши открывались. Я не умею вдувать воздух обратно. Видимо, по этой причине, когда мы начинали спускаться вниз, у меня не получалось это делать, и я не смогла спуститься вниз, и я этим с этим, видим, ой, это был еще смех только, я с этим, с этим, как это называется, акваланг, или как эта штука называется, сзади. В общем, мой инструктор был примерно на метр ниже меня, я держала ее вот так вот за вытянутую руку, она была ниже меня, а я поверху так хоп-хоп пулькала, сделали большой круг, так я не смогла в ней спуститься. Нетцер там со своим инструктором на низу делали мне разные звездочки, зазывали меня, так у меня не получилось, в общем, такая куша была. Я обожаю молочные продукты, я обожаю все выпечки с яблоками, но я не переношу чистое молоко, и я не люблю чистые яблоки, то есть не чистые яблоки, а яблоко как фрукт. Не знаю, молоко я не люблю с детства, меня с детства заставляли родители не заставлять детей пить молоко, вообще ничего не заставляете детей есть, потому что это травма на всю жизнь, меня в детстве заставляли пить молоко, и моя травма так и осталась. Вообще, по-моему, молоко с детства не любила, но когда меня заставляли, меня это еще хуже сделало, Может быть, я его начала когда-то пить, начала бы когда-то пить, но я его не начала пить, потому что у меня теперь детская травма, что меня заставляли пить. С яблоками, не знаю, как-то не дружилось, не сошлось, не получилось, поэтому яблоки я не люблю, но зато я люблю все пай с яблоками, все вот эти вот шарлотки тому подобные, все-все с яблоками просто обожаю, очень-очень люблю. А яблоко само как фрукт никогда не покупаю, и когда нам дарят, у нас очень часто на праздники в Киевце дарят яблоки, я их потом хожу и раздариваю всем, потому что не люблю. Единственное, что по поводу яблок, яблоко хорошо, чтобы дома несколько яблочек было для того, чтобы другие фрукты или овощи созревали, если у вас есть что-то дома, что оно не созрело, например, авокадо, бананы, не знаю, даже те же помидоры, все, кладите их двумя яблочками, яблочки дают такую сладость, и они, эти овощи и фрукты, они им помогают быстрее созреть. В детстве и юношестве я мечтала быть стюардессой, я не знаю, почему эта мечта не сбылась, и почему я до туда не докатила, но, наверное, по параметрам я не очень в стюардессе гожусь, в любом случае, я думаю, что я мечтала об этом, потому что моя мама была стюардессой в свое время по Советскому Союзу, ну и как порядочная девочка своей мамы, она тоже должна была мечтать о том, чем ее была ее мама, нет. В общем, мечтала я быть стюардессой, но есть такие мечты, которые остаются мечтами. Я не верю в любовь с первого взгляда, я никогда не верила, я не из романтичных девочек, я вообще не романтик абсолютно, и мой муж романтик, и я нет. Как ни странно, говорят, что те, кто родились в Марте и Рыбы, хотя я в знаке зодиака не верю, а романтики, нет, я не романтик. Шестой факт, что-то мы сейчас о плохом, но ладно, я никогда не хожу на похороны, вообще никогда, кто-то это воспринимает тяжело, что это как бы неуважение, не хожу на похороны. Я очень слабонервный человек и очень эмоциональный, мне очень сложно переносить тяжелые ситуации, да, не хожу никогда на похороны, и даже пару лет назад, когда не стало мне очень близкого человека, Я когда-нибудь сделаю вам видео на эту тему, как пережить потерю близкого человека, но я пока еще не готова, но когда-нибудь сделаю, в общем, в любом случае, когда я его не стала, вся моя семья поехала, но, слава богу, моя семья знает, насколько я эмоциональна, и мне сказали не переезжать, и я не поехала, и в любом случае здесь я никогда в жизни на похороны не хожу. И сейчас мы резко переходим на что-то другое, поэтому я вам сказала, все это настолько в рандомном порядке. И я считаю, что весь лук, то есть то, что мы носим, аутфит, всего ягодка, всего лука и всего аутфита, это обувь. Я считаю, что вы можете одеться, может быть, как-то не очень, но если вы правильно подберете обувь под то, что вы одели, то вы будете выглядеть супер. И вообще, весь лук может сделать красивая пара обуви, красивая пара каблуков, красивая, не знаю, пара кедов, неважно что, я считаю, что вся ягодка в обуви. Я не люблю букета цветов, я предпочитаю букет из одного типа цветочка, то есть, например, букет, ну, вы знаете, букет, он собран из разных там листиков, тому подобное, разные цветочки. Я предпочитаю, например, что если бы это, предположим, гвоздика, хотя гвоздики не очень люблю, а предположим, если бы это гвоздика, чтобы было, не знаю, там 15 гвоздик, но чтобы не был букет без всякой зелени, а вот именно букет самих цветов. Давайте поговорим о мужчинах. Всю жизнь я думала, что у меня будет муж-блондин, я очень-очень люблю блондинов, у меня слабость к блондинам. Оля, мне нравятся такие мужчины, как твой сын, если ты смотришь это видео. Люблю блондинов, не знаю почему, но хотя я могу догадаться, почему я люблю блондинов. Но я также люблю мужчин с щетиной, что в этом мне с моим мужем повезло. Мне нравится, что он у меня такой небритый папуаз. Я обожаю, когда он с щетиной. Это я тоже знаю почему. Потому что у меня папа все же был с щетиной, поэтому я люблю мужиков с щетиной. А вот по поводу блондина, не получилось у меня мужа блондина найти. Приходится жить с тем, что есть. Но это я шучу на самом деле. Вот не знаю, всю жизнь почему-то любила блондинов. Не знаю, почему мне блондины нравятся. Наверное, потому что они противоположны с меня, да? Почему вот не нравится мне блондин? Кто кому из вас еще блондин не нравится? Расскажите мне. Даже в то время, когда мне было 15 лет, я фоносела группу Backstreet Boys. Вы, наверное, все это ее знаете. Из Backstreet Boys мне больше всех нравился Ник. Такой высокий, худой блондин. Хотя худых мальчиков я не люблю. Как ни странно. Но это тоже, наверное, понятно, почему я худых не люблю. Следующий факт. Я ненавижу прозрачные колготки. Никогда в них не хожу. Ни в телесных, ни в черных, ни в каких. Один раз вам ставила фотку на инстаграме. Я просила вас помочь мне выбрать, какой правильный, какой лучший лук с голыми ногами или с черными плотными колготками. И вы мне все сказали, со светлыми колготками не очень. Но я уже не стала поправлять. Там не было светлых колготок. Вообще никаких колготок. Я или хожу или без колготок, или только колготки, которые такие плотные, черные, 100-200D, сколько возможно. То есть я ненавижу такие вот легенькие прозрачные колготки. Я вообще колготки не люблю. Если уж, то чулки, но не колготки. И даже вот эти вот плотные очень... Я ненавижу колготки. Я не люблю, когда колготки здесь вот на талии мне что-то сжимают. Я вообще не люблю высокие штаны. Я не люблю, когда что-то меня сжимает на талии. Я не люблю, когда меня трогают за волосы. То есть то, что тянут за волосы. Я не люблю, когда мне дотрагиваются до волос. Не знаю, почему мне это не нравится. Или когда играют с моими волосами. Я сама люблю играть с моими волосами. Но я не люблю, когда меня кто-то чужой трогает за мои волосы. Единственное, кого я переношу, это своего мужа. То есть ему можно мои волосы трогать, но вообще я не люблю, когда меня кто-то гладит по голове. Вообще, чтобы не трогали голову, я не люблю. Я мечтаю до сих пор, я надеюсь, что эта мечта когда-то осуществится, жить в большом мегаполисе. Может быть, не всю жизнь, но какое-то время я пожил в большом мегаполисе. Когда я говорю про большой мегаполис, я имею в виду что-то очень сильно большое, как Лондон, Нью-Йорк и тому подобное. Какой-то очень большой город. То, что я родилась в столице, хоть моя столица, она насчитается в других местах маленьким городком, но в любом случае, то, что я родилась в столице, большой город, мне этого очень не хватает здесь. Но в Тель-Авиве я жить не хочу, хотя Тель-Авив не столица. В любом случае, тут в Израиле, в большом городе я жить не хочу, а хочу где-нибудь за границей. Это тоже мечта, пожить за границей в большом мегаполисе. Торонто мне тоже подходит, кто бы мне еще куда взял. Следующий факт немножко может быть странный. Поскольку я вам сказала, что я очень эмоциональная, но вместе с тем я никогда не плачу на людях. Я не люблю плакать на людях. И если что-то происходит, и я начинаю плакать, я сразу закрываю свое лицо в душу и ухожу. Пока я не успокоюсь, и все слезы не уйдут, я не возвращаюсь. Я вам пару раз рассказывала, что у меня были такие ситуации, когда меня до слез доводили. Но это когда я вам говорила, что меня доводили до слез, это значит, что эти люди видели мои слезы. Это значит, что я вставала, уходила. И пока я не успокаивалась, я не возвращалась. Я ненавижу, чтобы меня видели в слезах. Люблю плакать на людях, потому что у людей сразу просыпается чувство жалости. И есть два чувства, которые я не переношу у людей. Это чувство жалости и чувство непренебрегательное чувство. Два чувства, которые люди могут дать другому почувствовать. И вот эти два чувства я терпеть не могу. Вот если мы возвращаемся в ту ситуацию, когда Аня стала моего близкого человека пару лет назад, я даже старалась в этой ситуации на людях не плакать. Я плакала очень много сама в подушку при своем ужине, но я старалась на людях не плакать, потому что вот эта вот жалость, что я бедная, я просто не могла перенести это чувство жалости. Я обожаю итальянскую кухню, это самая моя любимая кухня, потому что, ну, можно понять почему. Я обожаю пасту, пиццу, тоненькую такую пиццу. Ах, обожаю, я обожаю ризотто, я просто обожаю ризотто. Я даже не знала, что я могу так любить ризотто, рис, на самом деле, но очень люблю ризотто. И также из-за еды я предпочитаю рыбу, а не мясо. Я абсолютно не вегетарианка, я ее все подряд, кроме всяких там печени, языка и подобных внутренних частей животных. И не по каким-то понятиям, просто не люблю, мне это не нравится. Но если мне вот положено на тарелку рыба вкусное или вкусное мясо, я всегда выберу рыбу, потому что больше люблю рыбку. Следующий факт, интересный факт, может быть, вы этого обо мне не знали. Я верю в Бога, я всегда верила в Бога. Я и буду верить в Бога, несмотря на мнение других, что по этому поводу друмают другие мои друзья и кому угодно. Я так воспиталась, то есть меня так воспитала мама. Мама очень верующий человек, и это в моей крови, и я этого не стыжусь. И наоборот, я верю в Бога, и я считаю, что, слава Богу, что я верю в Бога, да, не знаю, кто из вас думал, может быть, что это по-другому. Но нет, я не очень верю. Я, наверное, в тему религии не будем затрагивать, но я не верю в религию, но я верю в живого Бога. Я никогда не хожу с пробором посередине. Боже, такие факты странные, с оттуда сюда. Вы можете обратить внимание, что всегда пробор будет или сбоку, или даже когда у меня волосы, как бы вам кажется, что он посередине, он всегда здесь с этого боку. Следующий факт, я не люблю, чтобы мой телефон звенел, мой телефон никогда не звонит, он у меня никогда не стоит на звонке, мой телефон всегда стоит на вибраторе. Он только всегда вибрирует, а очень часто из-за этого я не отвечаю на телефон, потому что я его не слышу, но я не могу привыкнуть к звонку. Вот тут странная вещь, не могу, чтобы мой телефон звонил. Не могу мне это мешать, не мешать, потому что я слышу звук своего телефона, мне нужно, чтобы он вибрировал, поэтому я его кладу на какую-нибудь твердую поверхность на столе, где я слышу этот бззз, бззз, и потому что вибратор у айфона хороший, и таким образом я живу или в кармане, что я чувствую его, в общем, не люблю звук у своего телефона. Следующий факт, мой любимый фрукт это банан, очень люблю бананы, а я мартышка, да, я мартышка, обожаю бананы, если я говорила про яблоки, что я их люблю везде, бананы я вообще люблю везде, совсем, и как можно больше обожаю бананы. Интересно, что есть в бананах, что я их так люблю. Потому что это точно из-за того, что в них что-то есть, я их так люблю. Но очень с детства обожаю бананы. Ем их по много штук. Я знаю, что в бананах они очень калорийные. Но есть в бананах какой-то витамин, которому человек нужен. И для этого нужно есть бананы каждый день. Господи, перестань чесаться. Поэтому да, я просто обожаю бананы. И постоянно покупаем большими гроздьями бананы. И я хлопаю. И последний факт на сегодня. После целого списка разных фактов обо мне. А я никогда не хожу в дом с украшением. Вы видите, что я постоянно с украшением. Вы это можете видеть с кольцами, с тесами, с сережками. Дома, когда я нахожусь дома, кроме, помимо съемки видео, я всегда без украшений. Не знаю, почему дома я не могу находиться в украшениях. Мне это мешает. Впред до моего... Впред? Даже до моего обручального кольца. Я его тоже снимаю. Я абсолютно-абсолютно себя все снимаю. Как-то мне одна подружка моя сказала, что, видимо, мне не очень с этим удобно, если я все снимаю. Но я не знаю, что бы это значило. Ну, не могу дома ходить в украшениях. Мне нужно все с себя снять. Поэтому я целый день могу ходить. Я могу, не знаю, там, например, если мы куда-то летим, я могу 24 часа быть в украшениях. Но если я захожу вот в помещение, в комнату, где я буду спать, около кровати, или что-то такое, я сразу все с себя снимаю. Вот не могу находиться, и все. Единственное, что сейчас я хожу часто очень все время с браслетом Пандоры, для того, чтобы он растянулся еще больше, чем он есть. Хотя сейчас у него размер просто замечательный. Мне нравится, как она мне новый размер Пандоры выбрала. Я вам рассказывала, что у меня порвался браслет. Не порвался, а сломался. Я пришла в Пандоровый магазин, они меня поменяли его на новый. Без вопросов. Так что молодцы. Очень я была довольна. И, по-моему, я вам это расскажу. Ну что, это были вот такие вот 20 фактов обо мне. Надеюсь, вы обо мне узнали что-то новое, что вам было интересно, и что вы успели накрасить свои ногти, если вы это начали делать в начале этого видео. Ну и сегодня все. Мы с вами увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. Как я вам обещала в прошлом видео, сегодня я вам покажу свой новый хлам. Я шучу. А сегодня я вам покажу свои покупки, которые я сделала за последнее время. На самом деле, как-то так.